сегодня немного реставрации хочу вам показать как и реставрирую шелковую блузку очень красивая эффектная блузка и хозяйка не хочет с ней расставаться но шелком могут произойти очень неприятные такие вещи вот видите да то есть к ткань может немножечко уже как бы ослабевать структура нити да и появляются вот такие вот некрасивые рассечены я бы так сказала да потом видите в швах начинает расходиться блузочка и что мы решили самый лучший вариант для реставрации таких изделий это конечно же кружево я покажу закрытый шов то есть и буду выкраивать кокетку на вот эту шелковую блузку покажу закрытый срез как я делаю то есть до соединяя кружева с шелком и точно так же я буду делать асимметричные вставочки по рукавам с двух сторон точно такие же из кружева но только уже обрабатывать косой бичкой косую бичку я подобрала тоже в цвет это лен ну да и она не такая широкая ну свою работу я начинаю с выпарыванием деталей с которыми я буду сейчас работать в данном случае это у меня рукава и часть спинки как я работаю шелком конечно же я беру такие вот маленькие ножнички и аккуратно начинают зацеплять ниточки и распарывать шовчик и оверлок если он есть не рекомендую вытягивать нитки тем более их рвать с изнаночной стороны иначе можно повредить вот эту вот тонкую нежную ткань пока я распарываю ну вот у меня был вопрос как вот определить допустим придя в магазин натуральный шелк или не натуральный шелк конечно поджечь вам там его не дадут если вы только не купите кусочек шелка ну а так в принципе знать как определить натуральный шелк то можно знать вернее несколько такой небольшой совет выдергивайте несколько ниточек из ткани поджигайте их и шелк пахнет всегда шерстью в отличие допустим от полиэстера если допустим это полиэстер то полиэстер он начинает плавиться а вискоза начинает плеть и еще один такой маленький момент что маленький комочек шелка он всегда рассыпается в руках поэтому вот такие вот советы кто не знал то в принципе это очень полезно и нужно ну мало ли вдруг вот у вас где-то завалялся кусочек шелка и вы даже не знаете шелк это или не шок хотите просто проверить вот так вот можно проверить очень быстро и легко натуральный шелк это или не натуральный шелк вот так вот аккуратно и сейчас выборю все свои детали занимает это конечно не очень в ней немало времени но я буду работать очень аккуратно и как бы пускай лучше я потрачу чуть побольше времени сейчас мне нужно про утюжить каждую деталь обязательно проговорю тот момент что на утюге должен стоять шелк это очень важно температурный режим в этом вот в этой работе играет ну наверное самую важную роль и аккуратно начинаю разутюживать каждую свою деталь раньше я очень боялась работать шелком но со временем привыкаешь и и то есть это побаиваешься иногда проверяешь по тысячу раз температурный режим чтобы не дай бог не сжечь ткань вот так вот я сейчас каждую деталь разутюжу ниточки можно немножечко убрать вот видите что у меня это не от утюга это вот то что при носке образовалась от шелка и сейчас мне нужно подкраивать будет кружева так вторая деталь точно также раскрываю ее и аккуратно с краю сначала начинаю и уже потом опускаюсь немножко вниз и к боковым ой вернее и к самому внутреннему шву рукава тихонько тихонечко вот так вот я разутюживаю все детали а вот дальше немного творчества я смотрю где у меня брак на шелковой блузке но сложила конечно же я спинку пополам и сейчас я смотрю где он у меня заканчивается вот здесь вот да и мне нужно будет очень ровно обрезать вверх то есть смоделировать спинку ну я думаю что здесь все достаточно просто я просто я с его значит линеечку прямой угол у меня идет со сгибом и вот так вот я сейчас буду обрезать сначала конечно сделаю легкую на мелкую а потом я уже конечно обрежу и у меня получится отдельно верхняя часть даже немножечко чуть-чуть я сделаю повыше будет слишком низко и обрезаю делаю легкую на мелкую так все ровно если все хорошо то можно спокойно брать ножницы и не бояться резать все убираю эту ненужную деталь и вот сейчас по этой детали я буду раскраивать кокетку смотрю рисунок как удачнее мне его выложить в принципе здесь такой рисунок и так и так его можно выложить сгиб накладываю так здесь у меня идет кромка сгиб к загибу и вот здесь вот маленький такой нюанс мне обязательно нужно дать припуск два сантиметра то есть я учитываю тот момент что мне нужно будет чтобы как бы нижняя часть была с припуском и верхняя часть была с припуском но так как нижняя часть все таки у меня отрезается цельной то припуске я закладываю только в кокетку но в двойном размере два сантиметра примерно определяю но тут конечно на мелкую сделать будет невозможно по линеечке отрезать вполне реально все и вырезаю кокетку если по спинке все достаточно просто и понятно по рукава там будет у меня более фигурная верхняя часть поэтому там я сейчас конечно же немножечко подумаю прикину как будет красивее так все кокетка у меня раскроена можно даже сейчас прикинуть как будет смотреться верхняя часть вот так то нам не будет принципе неплохо красиво получается ну по рукавам я сделала немножечко фигурно и так особо ничего не вымеряла все сделала на глаз так это вот у меня идет локтевой срез это идет передний перекат поэтому мне вот так вот все и я отрезаю верхнюю часть рукава так это у меня идет один рукав и теперь мне нужно это все сделать симметрично отображение да то есть я накладываю лицо к лицу немножечко при носке шелк деформировался но даже если где-то один там два ну пять миллиметров выйдет за пределы за параметры рукава ничего страшно это не будет заметно все и теперь эти плохая часть у меня тоже попадает все отлично все и можно будет отрезать верхнюю часть у второго рукава так главное мне не забыть как у меня они будут расположены теперь я также беру свое кружево и вырезаю выкраиваю эти две детали уже из кружева так точно так же сейчас мы чтобы у меня все прошло берем детальки еще побольше еще побольше так и немножко перемещу кверху нужно одну деталь убрать мешает столько так вот смотрю как у него цветочки нормально все вроде бы тут такой хаотичный рисунок что в принципе так и учитываем припуск точно так же в двойном размере по низу иначе в длине можно потерять если это не учесть то длина рукава может быть короче так и вырезаем надо будет обязательно красной ниточкой пометить плечевой здесь насечку делать я не рекомендую лучше поставить цветную какую-то ниточку все вот сейчас вот здесь я поставлю красную ниточку я начинаю с кокетки кокетку я буду обрабатывать закрытым срезом то есть изнаночными сторонами я складываю нижнюю часть и кокетку и сметываю вот у меня идет сметка и сейчас я со стороны кружева буду делать строчку на один сантиметр до на ширину припуска один сантиметр а вот по поводу рукавов рукава я буду обрабатывать косой бейкой которую я уже показывала поэтому я обычным способом складываю детали лицевыми сторонами во внутрь и точно так же делаю сметку так нет знаете я наверно на промышленной машине все-таки не буду рисковать я сделаю сверху шифло значит шелк а снизу сделаю кружево мало ли потому что ткань очень тонкая и как зубчики будут идти я тоже не знаю как они будут двигать ткань главное чтобы не повредить ее какой иголкой я шью обычно я ставлю номер 75 80 ширина строчки два с половиной миллиметра как правило и стачиваю утюжка я сейчас паром выправляю значит свой срез ну в данном случае вот у меня рукав и подрезаю припуск до 0 5 или до 5 миллиметров так вот я его сейчас аккуратно подрезаю все с кокеткой сейчас я покажу что я буду делать точно так же паром немножечко буду выправлять срез чуть-чуть так вот выровнять просто нужно подрезаю я уже не на 0 5 а где-то примерно на 0 3 миллиметра вот спинку я выкладываю и заутюживаю свой припуск в сторону шелка так вот аккуратно я его зовут уже живы дальше мне снова нужно будет перегнуть спиночку ну по шву и сделать сметку то есть просто-напросто закрыть необработанный край я уже очень много раз показывала поэтому я думаю что здесь трудности никаких не возникнет и вот так вот аккуратно я буду делать сметку по всей линии у меня произошли небольшие изменения дело в том что у меня осталась ткань шелк от кокетки и я решила что все-таки будет красивее и правильнее выкроить косые бейки именно из шелка что я и сделала то есть убрала я ту косую бейку из льна сделала из шелка дальше что я делаю приметаю я приметала косую бейку со стороны опять же нижней части рукава или со стороны шелка для того чтобы было удобней обрабатывать сам срез и притачиваю ее убираю сметку и теперь со стороны кружева делаю снова вернее мне нужно снова заметать второй срез косой бейки чем мне нравится косая бейка и шелка она прекрасно тянется и ровно выкладывается вот видите она вот тянется очень хорошо огибает срез ее можно сделать очень ровной и смотреться она будет очень красиво в готовом уже изделии вот так я ее оттягиваю огибаю срез видите она получается очень ровная и красивая и делаю сметку снова без сметки могу сказать с уверенностью не получится надо все-таки сметать и потом только пойти на машинку все вот так вот у меня получается так ну вот что у меня получилось это рукава обработана косой бейкой а вот это вот уже закрытый шов на кокетке в принципе вот эту технологию можно применять и при пошиве изделий из кружева и шелка ну любых тонких тканей сейчас я буду собирать уже блузку до готовности так как она у меня изначально была собрана и наверное уже покажу вам результат ну вот я закончила свою работу вот так вот выглядит моя теперь блузка вот такая вставочка идет по рукаву немножечко сделала такие аппликации небольшие вот кокетка вот так вот выглядит в общем то вот сегодня я поделилась таким способом если вдруг у вас так случится что шелковая ваша любимая блузочка уже в общем то не производит никакого впечатления то можно вот такой легкой реставрации сделать ее более красивую и усовершенствовать если вам понравилось видео ставьте лайки задавайте вопросы комментируйте ну а я желаю всем творческих успехов и всем пока пока пока